Всем привет, дорогие товарищи Миригарси Фарун 4, The New Order Mode, с вами Сергей, и мы продолжаем наше прохождение за русское Рейх Вагнера в The New Order Mode. Итак, дорогие друзья, с помощью второй западно-русской войны у нас есть возможность, вот это дополнение к моду TNO, есть возможность продолжать после 1970 года, и я все-таки вспомнил за наше арийское братство, за Вагнера, за русское Рейх, за страну, которую мы объединили, ну там я не знаю, с помощью 10 выпусков, прекрасных, шикарных выпусков по данному модове, поэтому я решил продолжить наш путь, вот наш нелегкий путь в The New Order Mode, где на этот раз начнем мы наш буквально выпуск из захвата Средней Азии, а таких именно стран, как Узбекистан, Туркмекистан, Киргизия и другие страны, которые дадут нам возможность расширювать свои влияния и свою силу в мире Гарсиферин-4. А данная модификация, данное дополнение к модификации даёт нам возможность подготовиться до второй западно-русской войны, за арийское братство, за которое мы начали играть. Как вы видели из иконочки на начале нашего выпуска, мы создали ядерное оружие, и в 1973 году оружие и рейх имеют свое собственное ядерное оружие, что даёт нам право и возможность говорить и с разными нашими соседями, такими как Японская империя и также Великогерманский рейх, на равных. Вот действительно на равных. Вот такие страны Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмекистан, мы мирно их не можем интегрировать в нашу страну, поэтому я попробую активно военными действиями захватить на самом начале нашего выпуска данной страны с помощью интервенции в Центральную Азию, которая даёт нам возможность продолжения моды ТНО. Итак, друзья, 43 дивизии мы собрали. Это ничего нового, потому что мы с 43 дивизиями выиграли практически всю войну, но их мы собрали и интервенцию делаем на Среднюю Азию. Также будем строить радарные станции, потому что готовиться нужно к худшему, а это к возврату западных территорий, к возврату рейха комиссариата Московия, Украина, Остланда, а также по возможности захвата, ну по суті, Великогерманского рейха, который объединился и хочет снова взяться в браздоуправление в Европу в свои руки. Есть у нас переговоры по Владивостоку и напасть на рейх. Конечно же, напасть на рейх это последняя будет наша интервенция и такая операция, а к ней мы должным образом должны подготовиться, чтобы напасти на Великогерманский рейх, страну, которая в 46 году прекрасно занял ордер моде, победила Советский Союз и западные страны, и создала новый мир. Наша страна, наши русские рейх хотели договориться с Великогерманским рейхом, но данный Великогерманский рейх нас не принял в свою сферу влияния, не принял нас как арийцев, не принял нас как людей, которые создали идеальный рейх на территории славянских стран, как современная Российская Федерация, такие страны, как Казахстан, Монголия и сегодняшние наши друзья, которые интегрируются в состав Великогерманского рейха, Турк, Микстан, Киргизия, Таджикистан. Продолжаем тиснуть Центральную Азию, захватываем все новые и новые регионы, противостоять нам, по сути, силы нет, вот действительно нет в наших центроазиатских соседях какой-то силы, чтобы противостоять нам, и мы с легкостью захватываем Ташкент, идем на Душанбе, это столица Таджикистана, Ашхабад, столица также Туркмекистана, других стран, и, по сути, Центральная Азия за минуточку будет уже в составе и интегрироваться в состав Русского рейха. Что же мы будем делать и потом? Потом наша цель это договоренность с самой Японской империей, потому что Дальний Восток и Восточные территории не являются в составе нашего могущественного государства, я рад, что нам, возможно, не придется воевать и с Японской империей, так как с помощью данного модификатора по переговорах по Владивостоку мы сможем с легкостью, друзья, договориться и с японцами, но для этого нам надо уничтожить и Туркмекистан, и Таджикистан, чтобы в Центральной Азии у нас была победа, чтобы на международной арене у нас было весомое заявление японца. Японская империя является ядерной страной, сейчас мы в нашем альтернативном мире также являемся ядерной страной. Данная такая позитивная ключевая фаза в наших переговорах как раз и сыграет ключевую роль, потому что ядерная страна, Русский рейх, новая страна, которая встала с колен, объединилась, это новые лидеры, политические вот такие составляющие, прекрасно модифицированная армия и вышколована армия, проводим интегрировать Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, а также других стран, вот четыре страны Центральной Азии, вошедшие в состав Русский рейх, перенаправляем 43 дивизии на восток, Вагнер лично будет контролировать переговорный процесс и перенаправляем мы их в Манчжурию. Что же даст нам возможность, что даст нам вот такая операция в будущем? Даст нам то, что после того, как я буду проводить переговоры с самим японским императором, или же там японским правительством, у нас тесные отношения с ними, это и торговля, и общая граница, и, возможно, общая вот такая будущая составляющая. Не знаю, как же пройдут сами переговоры, но уверены на 100%, что у нас будет прекрасная возможность захватить мирным путем Владивосток, что мы, по сути, будем хотеть сделать. К сожалению, Вторая Западно-Русская война, мод, продолжение к моду, не дает нам возможности по фокусах продолжать за Рийское Братство по фокусах, но я думаю, что если мы сможем интегрировать все эти страны, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, и также переговоры сделать по Владивостоку, вот приближаемся к сфере. Использованы мы после нескольких недель хаоса во внешнем Манчжуре, отсущей напряженности между Рушей и Рейхой и Японской империей, японцы наконец-то обратились к нашему правительству и попросили, чтобы мы встретились в городе Пекин, чтобы обсудить будущее внушения великих регионах. Начинаются российско-японские переговоры. После нескольких недель партизанского хаоса, рассущей напряженностью между Рушей и Рейхой, но снова иконочка у нас есть, японцы наконец согласились сделать переговоры с федерацией по спорных территориях. И то, и то я пропущаю, потому что у нас важные напруженные моменты, друзья. А сфера совместного произведения, конечно же, намного сильнее в военном плане, нежели мы, но у нас есть ядерное оружие. А вот смотрите, Япония согласна вернуть Биробиджан. А как мной уже дали, японцы согласились намерно вернуть Биробиджанскую область, заявив, что это будет в их интересах. Но просим еще, друзья, другую область. Немножко теснуть на Японскую империю, войска в границах, на границах, общих границах. И данная вот такая интервенция и создание нового плана, возможно, наступления, все-таки заставить Японии немножко с оглядкой и согласно, смотрите, вернуть Хабарису, даже Япония. Но я также хотел бы, чтобы сейчас и о Владивостоке шла речь. Вот действительно попробуем взять и Владивосток. Это последняя вот такая претензия из Японской империи. И что в будущем, в 1973 году, к концу 1973 года, сейчас у нас ноябрь, у нас будет прекрасная победоносная победоносная, друзья, вот кампания. Япония предлагает нам компромисс. В отличие от Биробиджана, Япония не так охотно следует Хабариску. Место этого они предложили сделку обмен на передачу Хабариску. Они попросили сохранить свои права на ресурсы во внешней Манчуре и получить доступ к запасам Вольфрама в Магаданской области. Для нас это прекрасная возможность, потому что компромисс должен был бы быть. Япония не так-то и легко отдала бы данной территории, так как просто так Японская империя, которая захватила всю Восточную Азию, ну просто так нереально отдать территорию. Япония согласна вернуть Владивосток. После нескольких дней непреженого мальчания японские дипломаты и японцы согласились вернуть город Владивосток обратно рушить Рейх. И эта новость была отмечена нашим правительством на самом высшем уровне. Великая, могущественная и дипломатичная победа на Восточном направлении, друзья, даст нам возможность в будущем, в будущем прохожении, это, наверное, последнее в нашем прохожении, напасти на Рейх. От данная Рейх. Подписываем пекинский договор. Теперь, когда переговоры завершились, прошло время подписать пекинский договор мирным средством. Мы достигли наших целей и отвоювали окупированный Дальний Восток. С подписанием договора мы увидим его и реинтеграцию в Руши Рейх. Миллионы людей по всей Росейской Федерации готовились обратиться для отмечения данной новости. Прекрасная инициатива. Владивосток вернулся в состав Руши Рейх. После напряженных переговоров между Японией и Руши Рейх, две страны встретились с Пекином, чтобы подписать договор направления на урегулирование территориального спора. В соответствии с договором, земля внешней Манджурии и города Владивосток были реинтегрированы в новое российское государство, обвиняя права на нефть в некоторых частях Северной Манджуры, Корею и Российскими правительствами. По всему, Руши Рейх прошли торжества по данному, друзья, заявлению. Прекрасная возможность, действительно, если бы мирным путем так легко удалось отвоевывать все новые и новые территории, то это было бы прекрасно. Мы интегрируем данные территории, которые отошли к нашему Руши Рейху. Владивосток стал теперь частью Руши Рейха. У нас нет претензий из Японской империи. У нас есть Центральная Азия, то есть Советский Союз, территория Советского Союза, наконец-то вошла в состав могущественного Руши Рейха. И я перенаправляю свои части, свои дивизии, хотя их и не так-то и много, 43 дивизии, но я их перенаправлю на Западный фронт, на западные направления, что в свою очередь. Возможно, в 1974 году мы не будем воювать против Второй Западно-Русской войны, за Ньюф Ордер Моди, но, возможно, в 1975 или 1976, когда у нас будет 60 дивизий, которые мы можем оставить после линии фронта и западной сферы влияния, или же восточной сферы влияния Великого Германского Рейха, возможно, нам откроется после интеграции данных территорий новое фокус, но, по сути, увидим. Вторая Западно-Русская война будет самая кровавая, самая масштабная и самая опасная наша война, зарушая Рейх Вагнера, но я рад, друзья, я рад вам продемонстрировать, насколько интересна данная модификация к Харсу Фарен-4 прекрасной нашей стратегии. Очень жаль, что нет полностью стран и на территории современной Российской Федерации, в Зенюф Горде Ромодовы, которые прекрасно проработаны, и моя родная Украина, или же там, я не знаю, непереведенная Японская империя, мы бы поиграли. Но, в любом случае, тем подписчикам, которые досмотрели видео до данного периода, до данного такой части, то я хотел бы сказать огромнейшее вам спасибо. Вы настоящие друзья, и я рад, что у меня есть такая большая фановая поддержка. Рейх-комиссариат Украины нету, Юрий, у нас президент, Юрий Горлис, авторитар, фокусов в них нету, ПАК Единства, это только Великогерманский Рейх, но который будет расширить свои влияния, наша задача это воювать с ним. Ну, конечно же, так как другие страны не входят в состав влияния ПАК Единства, Великогерманского Рейха, то автономия Московия, немецкая суверенальная территория, должны были бы воювать против нас один на один. И так, мы, возможно, и выиграли войну, ну, а так, придется воювать еще против Великогерманского Рейха, который намного численно превосходит нас и по дивизиях, и по технологиях, но у нас есть, как я уже и сказал, ядерное оружие, и я использую, если будет надо, если будет в этом необходимость, для защиты нашей страны, конечно же, я использую ядерное оружие, которое мы разработали из 1700, извиняюсь, из 1968 по 1973 год, чтобы защитить интересы Руша Рейха и создать истинное, подлинное арийское братство, арийский народ в мире Харсофайрон 4. В общем, друзья, вот такая наша аналогия. Я спасибо говорю всем тем, кто досмотрел до конца видео, думаю, что данное видео вам понравилось, если да, напишите свои впечатления по нему, рад был продемонстрировать вам продолжение за арийское братство, за Пермь или же Руший Рейх, назвать, как хотите, но действительно, данное государство является одним из самых интересных. Рад, что у нас есть такая возможность провести Вторую Западную Русскую войну. До встречи, до новых подвигов и всем пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова